Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя, 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 Господи. Спасеться, иди мне, и будет зла от роды твоею. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, прийди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифакуми», что значит, «Девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. И, видевшие, пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. События, о которых повествуют строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, происходят после того, как Господь, изгнав легион бесов и страждущего в Гадаринской стране, продолжает свое путешествие с учениками по Генесарецкому озеру. Христа вновь встречает толпа людей, среди которых находится и один из начальников местной синагоги по имени Иаир. Синагога всегда была центром духовного, богословского образования, местом хранения, чтения и изучения Пятикнижия Моисея, книг пророков и прочих текстов Ветхого Завета. Безусловно, Иаир, как один из начальников синагоги, был уважаемым человеком. Дочь Иаира находилась при смерти, а потому, увидев Спасителя, Иаир падает к ногам его и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, прийди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». В это же самое время кто-то из людей начальника синагоги пришел сообщить Иаиру печальную новость, дабы он не утверждал напрасно учителя. В виде отчаяния удрученного горем Отца, Господь успокоил его словами «Не бойся, только веруй». Блаженный Феофилакт пишет, «Люди начальника синагоги почитали Христа одним из обыкновенных учителей, почему и просили прийти и помолиться о девице, а напоследок, когда она умерла, подумали, что он уже не нужен после ее смерти. Но Господь ободряет Отца и говорит «Только веруй». Между тем, не позволяет никому идти за собою, кроме трех учеников, потому что смиренный Иисус ничего не хочет делать напоказ. И так как свидетелями чуда воскрешения не могли быть люди, сомневающиеся во Христе, то Спаситель не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Войдя в дом, Христос сказал, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Александр Павлович Лопухин поясняет. Этими словами Господь выражает общеизраильское представление о смерти. Смерти, как бы, говорит он, собственно, нет. Душа человека бессмертна и со временем должна соединиться с телом, которое она оставила. Поэтому состояние умершего похоже на сон. Если Иоир так глубоко верует в это, то ему нет причины предаваться отчаянию. Тогда Христос, взяв девицу за руку, говорит ей «Талифа куми», что означает «Девица, тебе говорю, встань». Интересно отметить, что евангелист Марк приводит здесь два слова на арамейском наречии, которым говорил Христос для того, чтобы дать своим читателям из числоязычников услышать звуки речи Христа. По слову Спасителя, дочь Иоира воскресла. И душа ее соединилась с телом, восстановленным в его прежней силе, а потому девица тотчас встала и начала ходить. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, научают нас тому, что в трудные минуты жизни мы не должны отчаиваться и унывать. Напротив, нам следует возносить усердную молитву в надежде на то, что Господь по вере нашей даст нам просимое. Это и есть жить по-христиански, доверяя Богу и Его промыслу. Поступая так, мы будем чувствовать, как Спаситель входит в нашу жизнь и действует в ней, творя чудеса по нашим молитвам. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Благослови, Господь!